Добрый вечер, уважаемые друзья! Мы сейчас ждем, как нашего гостя, Эндрю Бутен, вице-президент международной образовательной компании Crimson Education. Сейчас чуть-чуть буквально подождем и начнем, что много вопросов накопилось. Мне тоже засыпали директ вопросами по поступлению за рубеж. Очень много вопросов по тому, как готовится наша старшая дочь. Эндрю. Привет, Сейсад. Добрый вечер, добрый вечер. Как дела? Рад очень видеть. Все хорошо, все прекрасно. Взаимно. Рад видеть в добром здравии, в хорошем настроении. Так, ну, в принципе, мы можем начинать. Я сейчас, наверное, временно отключу комментарии. Так, секундочку. Все, отлично. Супер. Так, Эндрю, слышно ли меня? У нас сейчас цифровой этикет. Да, слышно прекрасно. Слышно, видно. Да, а меня? Угу. Чуть-чуть прерывается сигнал. Сейчас давайте попробуем. Так, вроде бы у меня все нормально. Да. Прерывается немного изображение. Так. Интересно. Могу попробовать отключиться и снова подключиться? Да. Потому что изображение прям сильно-сильно прорывается, да. Понял. Эндрю, давайте попробуем. Да, да, давай попробуем. Сейчас тогда скоро вернусь. Угу. Так, сейчас подождем Эндрю. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас секундочку. Переподключаем Эндрю и сразу начнем. Отлично. Так, Эндрю, все, нам подтверждает, что нас видно, слышно хорошо. Отключаем комментарии и начинаем наш эфир. Прекрасно. Очень много вопросов накопилось у нашей аудитории, связанной именно с теми вещами, которые происходят в международном высшем образовании. И пандемия, вот вроде бы как страшный сон должна была в прошлом году закончиться, все мы должны были вздохнуть и пойти дальше жить нашей обычной нормальной жизнью. Но не тут-то было. Не тут-то было. И все начинают говорить, что вот это и есть новая нормальность. На пике, конечно, у нас была совсем тяжелая ситуация. 170 стран закрыли свои высшие учебные заведения. 43% населения сидело в локдауне или в каких-то там карантинных мерах всей Земли. И порядка 1,7 миллиардов школьников и студентов находились в режиме либо дистанционного, либо там какого-то гибридного формата. Вот эти все ограничения сейчас потихоньку вроде бы снимаются, но опять же мы сейчас понимаем, что до конца, возможно, эти ограничения не снимутся. И более того, все больше и больше стран сейчас начинают подавать очень такие тревожные сигналы, и в том числе в Казахстане, кстати. Я уже не помню, какая волна, третья, вторая, где-то третья, где-то вторая, где-то еще первая только начинается. Но в целом, конечно, тенденции не очень хорошие в мире. Поэтому очень много начинает сыпаться вопросов, стоит ли вообще, ввиду того, что сбился режим в огромном количестве вузов, обычный такой нормальный оффлайновый режим, вскрылись огромные, конечно, пробелы не только в Казахстане, но и в развитых странах. Я вот читал очень много отчетов разных и про ООН, и Всемирного банка, даже в США, там с огромной индустрией высшего образования, но из полутора миллионов преподавателей высших учебных заведений порядка 70% не оказались готовы к переходу в такой полноценный дистанционный либо гибридный формат. То есть еще одна большая проблема то, что в прошлом году, в связи с событиями прошлого года, большое количество аттестационных мероприятий сдвинулось. И сейчас с ужасом там высшие учебные заведения ждут волну не очень хорошо подготовленных студентов. Но при этом конкуренция все больше растет, усложняется. Поэтому вот, Эндрю, я бы хотел с такого небольшого вопроса затравки начать. Предлагаю сегодняшнюю встречу вот так провести, где-то минут 30-40 мы вот немножко украли у себя в начале время, вот ответить на те вопросы, которые у меня вот подсобрались. Я так обобщил все запросы, которые ко мне приходят обычно. А потом прям в режим открытого микрофона выйдем, накопилился, я думаю, очень много вопросов. Первый вопрос вот такой очень традиционный. Я сам на него стараюсь там по-разному отвечать, но он прям вот сейчас такой вот собрался очень много по нему там внимания к этому вопросу. Все-таки для нормального, рационального, там такого комплексного, там стратегического подхода для подготовки ребенка в поступление в топовые вузы, с какого возраста начинать лучше подготовку? Кто-то говорит, нужно просто сфокусироваться, давнуть там последний год-два, кто-то говорит, надо все-таки начинать пораньше. Если пораньше, то на сколько пораньше? Андрю? Да, вопрос хороший. В принципе, на самом деле многое изменилось в этом году. То есть, конечно же, многие университеты пришли в онлайн-формат, и многие вещи изменились чисто административно, но мы видели очень яркие изменения именно в подаче документов. То есть в этом году почти во все топовые университеты были рекордное количество заявок, то есть подало там в некоторые вузы в полтора раза больше, в некоторые вузы в два раза больше. Здесь, скорее всего, два фактора. Первое — это то, что требования по тестам смягчили, то есть здесь стало легче подать документы. А второй фактор — это то, что, мне кажется, у людей было больше времени, и поэтому больше людей потратили больше времени на то, чтобы подать большее количество университетов. То есть, скорее всего, вот такие два фактора. Ну и помимо этого такой длинный, долговедущий тренд, рост популярности топовых вузов, я думаю, все это посопусывало тому, что было много больше заявок. С другой стороны, в этом году меньше приняли студентов. Потому что с прошлого года многие взяли дефирал, то есть их приняли, но они сказали, что вот сейчас ковид, мы хотим год подождать, а потом начать учиться. И поэтому вот в этом году, я думаю, много-то что-то попадали на дефирал. А в итоге у таких вузов, как UCLA или NYU, еще не опубликованный процент приема, но ожидают, что он упадет где-то в два раза. То есть конкуренция очень сильно растет. И поэтому, я понимаю, что немножко отошел вопрос. Но вопрос в том, когда начать готовиться, это вопрос такой, обратно пропорциональной конкурентности университета. То есть если 10 лет назад в ЕЛ попадало 15-18%, и готовиться за год, за два, наверное, было достаточно. Сейчас уже в ЕЛ берут меньше 10, ближе к 7%. Вполне вероятно, что через 5-6 лет туда будут брать 3-4%. То есть конкуренция, к сожалению, растет очень сильно. И поэтому приходится готовиться раньше. То есть приходится уже не просто хорошо сдать экзамены, не просто хорошо знать английский, не просто хорошо школу закончить. Но нужно работать над какой-то инициативой, работать над своим личным брендом, проявлять свою индивидуальность в своей подготовке. Поэтому те люди, которые начинают готовиться сейчас с 11, с 10 лет, я, в принципе, в этом вижу достаточно много логики. И это становится популярнее и популярнее. На племенном случае я им сказал то, что стоит, если у человека есть возможность, стоит начать готовиться хотя бы за 4 года. А почему 4? Потому что последние 4 года достижения, и оценок всего попадают в заявку. То есть здесь уже будет видно все, что человек делал. Если человек 3 года, ну, как бы ничем не занимался, если потом за последний год резко начал кучу инициатив, построил резюме, то это выглядит неаутентично. Поэтому в этом смысле, ну, как минимум за 4 года. Естественно, если люди там решились за год, за два, то еще не поздно, нужно будет просто хорошо поработать. Но я думаю, что такого минимального возраста я бы уже не обозначал. То есть просто в каком-то возрасте нужно начинать готовиться именно к поступлению, а пораньше стоит начинать работать над личным брендом, стоит учить английский, стоит как бы работать на то, чтобы хорошо закончить школу и иметь возможность участвовать в Олимпиадах. То есть я бы сказал то, что подготовка начинается, ну, с самого раннего возраста, просто она имеет разную в себе характеристику. Вот это очень важный, мне кажется, момент для наших зрителей, Эндрю, получается 4 последних года. То есть фактически если 12-летнее образование, 8-й, 9-й, 11-й, 12-й классы, если 11-летний, 7-й, 8-й, 9-й, 11-й классы, а, 10-й еще есть, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы, вот они берутся в расчет, учитываются при оценивании заявки абитуриента фактически, в аппликейшн, когда рассматривают это. Да, то есть если за год до этого... Это очень, мне кажется, важно. Если за год до этого, если школьник в 7-м классе выиграл там международную Олимпиаду или какое-то спортивное соревнование, это просто нельзя указывать заявку. То есть им это неинтересно. Последние 4 года можно уже рассказывать о себе и о своих оценках. То есть получается вот это вот самый такой критический, по сути, период, последние 4 года там в high school, в старшей школе, в старших классах, которые вот и формируют оценочную базу того или иного заявителя, абитуриента. Это очень важно. Вот все-таки вот такая немножко двойственная ситуация получается с поступлением в топовые вузы. С одной стороны идут смягчения, вот где-то там вот прошла новость, что SAT немножко в другом формате сейчас будет, приниматься в расчет. Где-то даже, я вот в новостях читал, я вот немножко потерял, правда, потом нить, что было отдельное заседание в Сенате США, где стандартизированные тесты, там, ACT, там, да, SAT, SAT subject test, ограничивали доступ и нарушали права большого количества там ребят, которые не имели возможность учиться там в частных школах, ну, то есть нарушают базовое право на доступ к образованию, equal access, да, это я думаю. И в какой-то даже момент, возможно, от них отойдут и запретят законодательно, но вузами используют сандартизированные тесты. Так ли это? То есть сейчас, ну, последние новости, это то, что SAT subject test отменился. То есть раньше был общий SAT и SAT subject test. College Board объявили, что SAT subject test они проводить не будут. И общий SAT, ну, скажем так, падает в популярности. То есть до коронавируса его практически везде требовали. Было там несколько исключений, как Нью-Йоркский университет, который разрешали без него подавать. Во время пандемии большинство университетов сказали, что он временно необязательный. Ну и сейчас после пандемии некоторые вузы его начинают рекомендовать, но многие вузы от него тоже отходят. В принципе, здесь, наверное, стоит подчеркнуть то, что действительно в Америке это происходит из-за политических таких потонов. То есть причина в том, что есть данные, которые показывают, что многие группы на этих тестах постоянно оцениваются хуже. И то, что корреляция, она как раз в первую очередь с семейным достатком студента. То есть чем больше денег у семьи, тем лучше сдают ребенок с IT. И это просто политически непопулярно становится. Но для университетов это делает задачу сложнее, потому что им нужно отбирать хороших, сильных учеников. Они не заинтересованы в выбирать средних статистических, они хотят выбирать самых сильных. Но у них теперь стало на один меньший ресурс того, как это делать. Наши стратеги и бывшие члены приемной комиссии предполагают, что они теперь будут упираться больше на школьное оценивание. То есть это означает, что они в первую очередь будут смотреть на какой вид диплома, потому что чем больше доверия к диплому, тем лучше. А во вторую очередь будут смотреть на оценки. То есть, к сожалению, на самом деле для людей, которые подают из русских школ, из казахстанских школ, где нет ни A-levels, ни IB, скорее всего поступить из-за этих внутренних американских изменений станет сложнее. То есть я теперь, если раньше мы рекомендовали заканчивать локальную школу, сдавать тесты, SAT, и сдавать их побольше, то сейчас мы склоняемся к тому, чтобы людям советовать сдать один или два A-levels или один или два AP-предмета. То есть это те предметы, которые можно сдать, чтобы подтвердить свои знания на уровне британской или американской аттестации. То есть вот сейчас, наверное, такой тренд, потому что политические тесты становятся непопулярными, а университетам нужно как-то оценивать способности школьников. То есть фактически получается, что теперь топовые вузы будут пристальнее смотреть за аттестатом. То есть какую школу закончил, A-level, IB-школа, GSC, если текать нету. То есть соответствует ли бэкграунд школы к какому-то более сильному стандарту, есть ли некий такой свой фильтр внутренний. Если эта школа сама по себе признанная, то, скорее всего, и выпускники будут уже соответствовать какому-то минимальному стандарту. Здесь, наверное, суть в том, что в университете нужно оценить академические способности школьника. И у них теперь стал... Если раньше они балансировали это, смотрели и на оценки, и на тесты, сейчас у них тесты забрали, поэтому они смотрят больше на оценки. А почему имеет значение школа? Потому что, ну, допустим, в системе A-levels получить там A-star настолько же сложно в одной школе, насколько в любой другой школе мира, потому что они очень стартизированы. А в AP похожая ситуация, там сдается один и тот же экзамен во всех школах мира. То есть университеты будут доверять таким аккредитациям, потому что они понимают четко, ну, какой уровень знаний соответствует той или иной оценке. Когда университет будет смотреть, например, на российский школьный диплом, то они понимают то, что, ну, в России есть школы, которые выдают пятерки как конфеты, то есть там их несложно получить. А есть школы, где очень сложно получить пятерку. То есть это все убирается в школу, много субъективности, и поэтому им будет сложнее оценивать именно, допустим, русский или казахстанский национальный аттестат. И, скорее всего, поэтому для тех, кто серьезно настроен позвать Америку или Великобританию, ну, лучше всего пройти хоть один или два предмета в, можно даже, онлайн-международной школе. То есть не обязательно переводиться в другую школу. У Crimson в том числе есть онлайн-международная школа. Но где-то нужно получить аккредитацию там AP или A-level или IB для того, чтобы вашу заявку просто могли оценить. То есть чтобы могли показать, что, да, я учился хорошо, у меня хорошее знание, я готов к университету. Тогда мы фиксируем второй уже реальный практический совет для наших слушателей, родителей. Первые это четыре года критические, последние старшие классы. И второе, нужно очень внимательно и тщательно подойти теперь к выбору школы. Особенно в старших классах. И также появляются альтернативы в виде онлайн-школ, которые дают необходимую аккредитацию и, я бы сказал, такую репутацию, да, валидность оценок вашего ребенка, которая будет теперь играть большее значение при поступлении. И про вот Crimson Global Academy, про эту онлайн-школу тоже отдельно, Эндрю, поговорим. Тоже очень много вопросов по ней приходит. И все-таки тогда какой вот бэкграунд ребенка должен быть при поступлении, который гарантирует ему более-менее высокие шансы. С учетом того, что конкуренция все время повышается, еще жестче становятся критерии теперь топовых вузов, потому что в условиях отсутствия вот этих стандартизированных тестов они вынуждены теперь будут, скажем так, еще более тщательно проверять бэкграунд ребенка, как я понимаю. То есть если был какой-то момент SAT, он уже дает ответ по большинству, много вопросов. Это был достаточно комплексный, хороший инструмент. Нет этого инструмента. Теперь адмиссион-комитеты вынуждены будут копаться, скажем так, еще тщательнее в бэкграунде ребенка. Да, то есть я думаю, что, скорее всего, через 2-3 года, если не иметь там ни одного предмета AP или A-levels, то есть это британско-американское системы образования, ну, в случае, где люди будут поступать в топовые университеты, будут достаточно редкие. То есть, скорее всего, будет такой тренд. А в плане бэкграунда здесь будет играть большую роль оценки. То есть плюс этих систем IBA-levels или AP, в них легко проявиться. То есть если школьник взял себе там 4 предмета A-levels и все сдал на 5 с плюсом, это исключительно. То есть это мало у кого получается. То есть если SAT, на самом деле, сдавали на высокий балл многие, то есть это была не такая редкость, то эти школьные системы, их сдать на максимальный балл достаточно редко. Соответственно, за счет оценок можно проявиться. То есть это, в принципе, никуда не ушло. Но что касательно бэкграунда, я бы, я, в принципе, всегда говорю, что самое главное в заявке – это личный бренд. То есть уровень достижений должен быть определенный. Нельзя просто там, условно, с очень маленькими достижениями подавать, потому что это может не быть интересно, это может не выделиться. Но при этом то, что хотят видеть университеты, то, что у студента есть что-то, что им важно. То есть что им интересно, что для них главное, что у них есть какие-то ценности. И эти ценности связаны с тем, чем они хотят заниматься в будущем. И они делают какие-то действия там каждый день, или их там внешкольная деятельность соответствует этим ценностям. То есть если как бы говорить в общем, ну, то есть как пример приведу. Стэнфорд спрашивает на собеседованиях, какой у тебя смысл жизни, или что у тебя самое важное в жизни. Они часто спрашивают о собеседованиях, ДВС. То есть они хотят понимать, что школьнику важно. То есть что для них самое ценное, чем они хотят заниматься, к чему у них есть страсть. И, ну, то есть что их интересует, чем они горят. То есть я бы сказал то, что когда мы подаем в американские вузы, то есть да, важный уровень достижений, но это ни для кого не новости. То есть все это и так знают. Но заявки, когда у школьника просто такой сборный салат разных достижений, где там какое-то рандомное спортивное достижение, какой-то внешкольный проект, чем-то они занимаются, ну, то есть занимаются какой-то благотворительностью, но при этом все это не связано и не ведет в какое-то конкретное направление, не подчеркивает какую-то ценность для школьника, тогда такая заявка будет намного слабее, чем если школьник всеми своими достижениями рассказывает какую-то историю. Я недавно общался, точнее, рассматривал заявку одной из студентов, которых мы отправили в Стэнфорд, и ее достижения были следующими. То есть ее личный бренд это было то, что ей очень важна была экология, то есть то, что здесь доступ к чистой воде. Причина в том, что у нее в детстве подружка отправилась в Индию и там чуть не отравилась до смерти. И, ну, в итоге подружка выжила, то есть все было нормально, но для нее это открыло глаза того, что многие дети в Индии живут и не имеют доступ к чистой воде. Из-за этого, как бы, ну, страдают из-за болезней и умирают из-за вполне предотвратимых заболеваний, связанных там с, ну, нечистой водой. И поэтому этот вопрос интересовал. Она на протяжении трех летних каникул проводила исследования с профессорами о том, как чистить воду, что в воде опасно, как создаются фильтры. Первый год у нее был это с профессором, ну, достаточно малоизвестного университета, то есть она просто вместе с ними посотрудничала, ну, была там на стажировке. К последнему году она уже делала работу с профессором из Стэнфорда. То есть она на протяжении нескольких лет развивалась и через науку старалась понять, ну, как можно исправить социальную проблему. В итоге она тоже получила патент завода «Фильтр» и отправила несколько в комьюнити, который, ну, имел плохой доступ к чистой воде в Индии. То есть она смогла свой, как бы, какой-то опыт своей жизни превратить в какое-то действие и тем самым показать, что она что-то ценит. Ну, и тоже она была заинтересована в концепте того, что девушки могут быть предпринимателями и политическими лидерами, и поэтому она организовала кружок женщины-лидеры, ну, девушки-лидеры в своей школе, который в итоге распространился на пять школ. То есть она руководила кружком, который совмещал в себе коллективы в пяти школах. И тем самым, то есть на момент подачи заявки она писала о том, что, ну, то есть для нее важно быть, ну, это не этими словами, но она показала свою заявку, потому что для нее важно быть лидером, потому что она хочет в будущем использовать, ну, политику для того, чтобы давать людям доступ к чистой воде, к чистой еде, чтобы у мужчин и женщин были равные возможности в плане карьеры и лидерстве. И тоже у нее был такой достаточно глубокий академический опыт, который показывал ее глубокий интерес к биологии и химии, и в итоге она поступила в Стэнфордной дисциплине. То есть это как бы такая одна история, но здесь, конечно же, впечатляющие достижения, да, то есть сами по себе достижения классные. Получила патент, организовала кружок, то есть эти вещи звучат хорошо, но что приемной комиссии важнее, это то, что она это делала с какой-то целью, то есть у нее была какая-то миссия, и она это делала, у нее была конкретная история, которую она могла рассказать, и сразу понятно, что она принесет новое в Стэнфорд. То есть сразу понятно, какие социальные проблемы она будет обсуждать на уроках, то есть что она возьмет и принесет новое в это уже достаточно продвинутое общество школьников и студентов. То есть, Энди, грубо говоря, вот три таких важных момента я для себя отметил. Первое, должно быть очень четкое целеполагание, да, то есть я вот... Есть хороший такой сторителлинг, есть история, да, есть какая-то проблема локальная, или там в регионале, в регионе, или там в городе, или там, возможно, глобальная проблема, которую этот ребенок очень четко понимает и хочет что-то, какой-то свой импект привнести. Второе, история должна быть, сторителлинг должен быть цельным, да, то есть все действия ребенка, какие-то его инициативы, клубы, какие-то там волонтерские проекты должны очень четко вести этого ребенка к этой цели, а не так, что просто я там здесь походил, там поучаствовал, здесь отметился, там зарегистрировался, ну, и как бы цельность этой истории не попадает. И третье, должен быть какой-то social impact, то есть это не для личной амбиции, либо не для, там, стать, там, отличником, там, лучшим учеником какого-то класса, а должна быть еще какая-то социальная сторона этого вопроса, человек должен быть лидером, вдохновителем, поддерживателем. И такую классную книгу, вот недавно прочитал, «Multipliers», да, то есть настоящий лидер – это человек, который, «Multiplier», который увеличивает, умножает качество, там, ценности, таланты других людей, заряжает их, поддерживает, подталкивает, а не просто сам, там, такой, сам по себе весь офигенный, да, там, за свою офигенность, там, денег не берет, вот, как бы сказал бы, кунг-фу панда. Вот, вот эти три важные вещи из стори-теллинг, и вот такой вопрос, как, я так вот понимаю, еще раз, уважаемый зритель, напоминаю, слушатели наши, Эндрю Вуттон, вице-президент глобальной образовательной компании «Crimson Medication», которая как раз-таки специализируется на подготовке, комплексной системы подготовки ребенка к поступлению в топовые вузы. Как ваши специалисты, Эндрю, помогут вот эту цельную историю стори-теллинг выстроить для ребенка, родители которого нацелились для поступления в топовые вузы? Да, это очень хороший вопрос, на самом деле, нету какой-то конкретной формулы, то есть работа с каждым школьником получается очень индивидуальная, потому что у каждого школьника есть свои ценности, есть то, что им важно, и мы никогда не целимся создать какую-то искусственную, там, цель или какую-то искусственную историю, то есть мы хотим, чтобы это исходило из самого школьника, и поэтому это происходит в процессе, ну, многого общения. То есть наша цель — это окружить школьника тем, как бы, комьюнити, теми людьми, которые их будут вдохновлять, которые будут заряжать их энергией, которые с ними это будут обсуждать, помогать им узнавать о социальных проблемах, формировать свои интересы, формировать свои ценности, но в итоге, конечно же, мы всегда ожидаем то, что со временем этих дискуссий как бы школьника, ну, ценности школьника проявятся именно аутентичные. Но с точки зрения, как бы, структуры, то есть как мы стараемся оказать такую услугу, потому что все равно в итоге это услуга, мы обычно работаем командой, то есть мы подключаем к школьнику группу людей. Обычно есть стратег, стратег — это человек, который, ну, обычно более опытный в команде, то есть у них есть несколько лет опыта подачи документов, и они эксперт по поступлению, и обычно стратег сам закончил один из топовых университетов, то есть они могли учиться там в Гарварде или в Еле, или в Колумбийском университете, или где-то еще, ну, в вузах, которые у всех на слуху. И стратег работает, ну, на постоянной основе с школьником и обсуждает просто, ну, что им интересно, то есть обсуждают, чем они занимаются, стараются придумать, какой им нешкольной деятельностью заниматься, говорят о том, в какие университеты подавать документы, то есть у них общение такое устраивается более неформальное, и их цель — это чтобы школьник мог раскрыться и найти какой-то, ну, найти какую-то свою уникальную черту. Тоже с этим школьником работают репетиторы, работают менторы по внешкольной деятельности, менторы по эссе, по письму, и цель всей этой команды, которая практически вся состоит из молодых выпускников топовых университетов, это как раз, ну, дать школьнику ту обстановку, в которой они будут, ну, думать в таком ключе. Потому что на самом деле, мне кажется, если взять школьника и поместить их в там обычный класс, в обычной школе, им будет сложно думать в контексте своих ценностей, в контексте своей жизненной миссии, потому что это не то, как, ну, большинство школьников привыкло разговаривать, но как раз те ребята, которые заканчивают топовые вузы, они именно таким лексиконом разговаривают, то есть это именно то, что им интересно, то, что у них важно, то, что они обсуждают, и поэтому, когда мы помещаем школьников в такую среду общения, и они в этой среде общения готовятся, будь то к экзаменам или к английскому, или выбирают университеты, то мы рассчитываем на то, что эта энергия, она как бы заразительна, и со временем школьники начинают тоже думать, как будущие студенты Лиги Плюща. Естественно, у нас тоже есть, ну, как бы целый список процессов того, то есть какие вопросы задавать, о чем поговорить, какие социальные темы раскрыть для того, чтобы, ну, как бы подталкивать школьников в направлении того, чтобы они нашли какую-то ценность, которая им важна. Ну, в целом, да, то есть это личный подход стратегов, а мы их нанимаем как раз за то, что они очень профессионально ведут общение с детьми и знают, как им помочь раскрыть себя в этом направлении. То есть мы, естественно, у нас есть и процессы, и там упражнения, и чтение, которые мы даем школьникам, но в итоге упирается все в тех специалистов, которых мы нанимаем, и, соответственно, поэтому их очень тщательно отбираем. То есть я правильно, если понимаю, Эндрю, это не просто натаскивание ребенка и придумывание ему некой там виртуальной истории, которая соответствует там определенным там стандартам и ожиданиям. Это работа индивидуальная с каждым ребенком, где группа целая, там, стратегов, тьюторов, менторов создает такую среду, которая максимально соответствует вот этим тем самым требованиям и запросам, в которые ребенок вот подтягивается, и некие ролевые модели, да, role model выступают в стратегии, они вот беседуют с ними, рассказывают, показывают, делятся книгами, делятся какими-то своими переживаниями, и чтобы ребенок понимал лучше себя и лучше понимал свои цели и задачи, и потом эта команда помогает ему выстроить вот эту цельную историю, этот стори-теллинг, о котором мы говорили. Отлично. И вот смотрите, Эндрю, у нас так уже половину эфира мы скушали, у меня последние два вопроса, и мы сразу уже пошли вопросы у нас потихоньку, уже аудитория начинает там нетерпеление свое показывать. Кримсон Global Academy, вы упомянули, что у Кримсона есть, собственно, онлайн-школа, и ввиду того, что не все могут выехать за рубеж, не все могут перевести своего ребенка в какую-то там хорошую школу, потому что мы теперь понимаем, вот эта связка, смычка, хорошая там IB уровня и левел школа теперь более важна при поступлении, она теперь играть будет достаточно критическую такую роль. Что такое Кримсон Global Academy? Кримсон Global Academy, кто может в ней учиться, как в нее поступить и что она дает ребенку? Да, да, конечно, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Мы, на самом деле, еще до того, как коронавирус стал известной проблемой, то есть где-то за полгода до этого, начали думать о том, как помочь нашим школьникам по всему миру создать более сильные заявки. И мы видели все чаще и чаще то, что такой, наверное, самый слабый фактор во многих заявках – это как раз школа. То есть где-то, ну, у некоторых школьников были просто плохие знания, некоторые не имели доступ к хорошим школам. И на самом деле я бы сказал то, что в Казахстане есть несколько хороших международных школ, но они как бы не для всех открыты, они очень дорого стоят, и такая проблема существует очень много где. То есть во многих странах есть выбор или платить огромные деньги за частную международную школу, ну, то есть там 30 тысяч долларов и больше в год, или учиться в государственной школе, и как бы нету ничего посередине. И мы хотели создать, и даже на самом деле в этом контексте этих международных школ далеко не всегда сильный предпринимательский состав. То есть есть школы, где они набирают хороших учителей, но во многих школах им просто сложно добиться того, чтобы ведущие там учителя с Великобритании, США взяли и переехали в другую страну. То есть как бы есть у них ограничивающие факторы, ну, что и диктует, соответственно, цены этих школ. Но мы хотели создать школу, которая даст самый лучший возможный опыт, доступ к самым лучшим учителям, и будет это, ну, это доступ дать к школьнику, где бы они ни находились. И мы долго думали о том, как именно это сформировать. Мы почти сразу исключили концепцию, ну, типа, записанных занятий, потому что мы видели то, что они для школьников неэффективны. Мы понимали то, что должно быть вживую, и не просто вживую, должны быть маленькие группы. Потому что мы сравнивали разное количество групп, и когда, ну, в группе там 40-50 школьников, то, как правило, они уже, ну, не совсем обращают внимание, потому что они не участвуют, они не задействованы в классе. И даже если в комментариях там они должны что-то писать, то все равно это не такой уровень задействованности. А с другой стороны, мы понимали, что там в формате 1 на 1, 1 на 2, ну, юнит экономика плохо работает. То есть это будет очень дорого для большого количества школьников. Поэтому мы в итоге остановились на размере классов около от 8 до 10 человек, и мы начали нанимать учителей. То есть мы задали себе задачу нанять лучших учителей из всего мира для этой школы, и мы наняли нескольких учителей из самых ведущих школ Великобритании, то есть из Итана, ну, то есть из самых ведущих частных школ пантеаната Великобритании, наняли директора из лучшей школы Новой Зеландии, наняли несколько очень ведущих учителей из США. То есть мы хотели набрать очень сильный преподавательский состав и создать школу, в которой школьники могут проходить онлайн предметы. И мы хотели сделать международный. То есть в нашей школе школьник сидит в классе, в котором 8 школьников, и кто-то из этих 8 школьников из Австралии, кто-то из Новой Зеландии, кто-то из Казахстана, кто-то из Великобритании, кто-то из Южной Африки. То есть такое разнообразие взглядов, наверное, редко где встречается, и у школьников есть возможность на себе найти друзей по всему миру. То есть с этого начала, как бы, зародилась концепция школы. Мы запустились уже больше года назад, то есть мы полтора года работаем как школа, и наш первый класс результатов показал достаточно феноменальные результаты. То есть там огромное количество получило максимальный балл по предметам, если не ошибаюсь, где-то три четверти получило максимальный балл. Это не мы ставим оценки, а они сдавали именно экзамен. То есть очень сильный уровень подготовки, все очень успешно сдали экзамен, мы ими очень гордимся, и мы продолжаем набирать школьников. Сейчас у нас в нашей школе около 360 школьников, то есть за год мы набрали большие классы. Ну и потом мы решили к этому добавить и придумали внешкольную деятельность, сделали партнерство с Y-Комбинатор, это один из таких самых больших стартап-окселераторов в Америке. И они делают мастер-классы для наших школьников о том, как открывать стартапы, то есть можно быть в кружке Y-Комбинатор в нашей школе. У нас тоже есть кружки по социальному предпринимательству, мы решили сделать свою команду по e-спортам, то есть у нас есть команда по киберспортам, потому что был спрос среди школьников на это. То есть мы стараемся создать такую современную динамичную школу, которая соответствует нуждам школьников и может дать людям самый лучший образовательный опыт, где бы они не находились. Эндрю, вот вы сказали, что с Казахстана тоже есть, есть уже с Казахстана там ученики? Да, да, у нас есть, я не хочу преувеличить, но если не ошибаюсь, у нас есть 6 или 7 школьников с Казахстана. Ну, уже учатся. В каких классах, с какого класса идет обучение в этой школе? Мы сейчас доступны с 8 класса, с последних 4 года, но, если не ошибаюсь, с сентября мы начинаем 6 и 7 класс. То есть мы просто как бы начали... Обычно, когда открывается школа, они работают с обратного. То есть, скорее всего, с каждым годом будем открывать новые классы. Я думаю, что, скорее всего, мы остановимся в классе на 4 или 5, потому что до этого все-таки просто онлайн... Ну, этим помладше можно воспринимать онлайн. То есть у вас там где-то secondary начинается, secondary, high school, да, получается? Ну, это тот критический период, когда нужно усиленно готовиться к поступлению. И фактически вот этот запрос на A-level, на международную аккредитацию и признание школы вы выполняете, по сути дела. Какой в итоге получает сертификат, диплом ученик? А A-levels, то есть это британские школы. У нас есть тоже... Мы тоже открыли американскую версию, то есть можно получить американский диплом. Но это уже такой достаточно личный вопрос. То есть разным школьникам подходят разные системы. Но больше в Казахстане выбирают A-levels, но доступны и AP тоже. Отлично. Так, давайте все-таки перейдем к вопросам. Я включаю комментирование, но у меня уже есть тут 4-6 уже вопросов. Первый вопрос... А вот давайте продолжим сразу по Crimson Global Academy. Сколько стоит обучение там или это бесплатно? Имеется в виду по Crimson Global Academy. Да, к сожалению, это не бесплатно. Но мы себе хотели поставить такую ценную политику, чтобы для людей, которые серьезно планируют поступать за границу, это не стало существенным финансовым барьером. То есть мы, если я не ошибаюсь, там цена в год порядка от 8 до 12 тысяч долларов. То есть это в три раза дешевле, чем средняя международная школа. Но, конечно же, это имеет определенную ценность, потому что мы нанимаем только очень сильных учителей, строим хорошую учебную программу. Поэтому, конечно же, чтобы это было рентабельно, мы не можем это оперировать бесплатно. Для нескольких исключительно школьников мы готовы рассмотреть варианты со стипендиями или скидками. Но 95-98% наших школьников платят полную стоимость. Тут спрашивают, где вы находитесь. Но так как это онлайн-школа, находится и везде, и нигде. Я продублирую потом в комментариях ссылку. И можно будет, я думаю, admissions. Как у вас проходит admission? Раз в году? Или такой он как бы постоянного основа? На постоянной основе, да. У нас набор проходит три раза в год. Но из-за того, что уже есть очередь, лучше как бы заранее прийти и поговорить с локальным нашим офисом. И они тогда смогут прогонсировать по тому, в какие там предметы можно успеть записаться. Ну и я думаю, если, в принципе, люди рассчитывают начать учебу в сентябре, то лучше уже начать об этом думать. Потому что переход в школу другой — это всегда определенный процесс. Ага, вот здесь также продолжается вопрос. Это будет считаться как дополнительное образование или как основное? То есть диплом получает ли ребенок как полноценный GSC, там условно, да, как graduate certificate, да, вот secondary education? Можно и так, и так. То есть мы можем, мы полностью аккредитованы, можем предоставить полный диплом с законченным средним образованием британским. То есть можем выдать и GCC, и A-level с полноценной. Но есть школьники, которые приходят к нам на один, на два предмета, просто чтобы как бы усилить свою заявку, но при этом остаются в своих локальных школах. То есть можно полноценно перейти туда и закончить его с полноценным дипломом в высшем среднем образовании и с ним дальше поступать, либо продолжать учиться в своей школе оффлайн, но брать какие-то определенные курсы. Отлично. Так, какой минимальный уровень английского языка? Вот для школы, для школы английский должен быть, ну, относительно хороший. То есть у нас есть перед стартом наших школьных программ, есть как бы такие полугодовые акселераторы, которые для людей, у которых английский не первый язык. То есть есть возможность для детей, у которых английский послабее, полгода учиться в, ну, таком упрощенном формате, но потом они уже должны перейти в полноценную учебу. То есть, ну, это международная школа, там будут учиться, там учатся и американские, и английские дети, то есть там ведется общение на свободном английском. Но есть там много школьников, которые, ну, стараются свой английский развивать, подбирать, и для них у нас есть как бы такие программы интеграции. Но какой-то базовый уровень английского у школьников все-таки должен быть. Хорошо. А какое-то там есть ли жесткое требование, там, IELTS, TOEFL, какой-то балл уровня или индивидуальный? Есть экзамен PAT, это экзамен, который часто используется в среде школ и пансионатов. Конкретный балл, который требуется, зависит от классов, в которые хочет школьник войти. Но на таком интуитивном уровне школьник должен уметь, ну, относительно хорошо читать, писать, понимать, чтобы участвовать в обсуждении в классе. Так, вот здесь поступил запрос интересный. Можно ли поговорить с вашими выпускниками? Они могут поделиться своими знаниями или фидбэком. Ссылочку на сайт я тоже скину. В принципе, мне кажется, я видел, там много есть разных интервью, там, фидбэк, обратные связи от выпускников. Ну, я думаю, я, наверное, Эндрю попрошу помощи твоей. Может, какого-нибудь взять действительно выпускника и какой-то сделать прямой эфир, желательно там из русскоговорящих, чтобы наши друзья тоже увидели. Просто вот так неформально пообщаться. Что можете сказать о британской школе Хейли Берри? Достаточно сильная школа, то есть очень-очень хорошая школа. Они отправляют многих ребят в Оксфор, в Кембридж. Я туда несколько раз приходил, общался с администрацией, то есть могу сказать только положительные вещи на самом деле. Отлично. Так. Если частично посещать вашу школу, то ее оплата, соответственно, будет ниже. Конечно. Да-да, то есть вы платите за предмет, но там, если покупать больше предметов, то есть определенная скидка, то есть достаточно стандартные условия для школы. То есть как пакеты, получается, да? Минимальный пакет какой-то, максимальный пакет или полное обучение? Либо можно просто subject-based по одному предмету брать? Именно на самом деле мы готовы принимать школьников и на один предмет, потому что мы уверены, что им настолько понравится, что они потом захотят выбрать больше. То есть в этом плане у нас много школьников приходили сначала на один предмет, проходил семестр, а потом они уже полноценно переходили в нашу школу, просто понимали, что value намного лучше, чем то, где они сейчас учатся. Так, вот Медрад, вот очень хороший наш друг, он спрашивает, с какого класса или возраста желательно начинать подготовку к поступлению в топовые вузы. Медрад, мы на этот вопрос уже отвечали, но вот давайте коротко summary сделаем. 4 последних года в старших классах – это то, что войдет официально, формально в оценивание студента, поступающего абитуриента, поэтому вот как минимум за 4 года, то есть это если 11-летний цикл, то 8-9-10-11, если 12-летний цикл, то 9-10-11-12. И до этого тоже можно как бы, есть программа, чтобы развивать общие скиллы, там будь то дебаты или публичные выступления, но именно говорить о выборе университетов раньше, чем за 4 года, наверное, нет причины. Так, вопрос относительно вузов США. Признается ли диплом американского вуза в Казахстане? Ну, я, наверное, Эндрю, это больше ко мне, возможно, вопрос я прокомментирую, как сотрудник бывшего министерства образования. На самом деле признается, но есть определенная процедура нострификации этого диплома, ее осуществляет специальное подведомственное учреждение Министерства образования, Национальный аккредитационный центр, там есть своя процедура, вы приходите, сдаете диплом, у меня там есть пакет документов, и вот он нострифицирует, фиксирует его, и с ним вы можете работать. Но, в принципе, эта процедура уже сейчас стала не сильно такой, скажем, востребованной, потому что огромное количество работодателей иностранных компаний, да и не только, там огромное количество казахстанских работодателей нашей компании, хотя вроде ТОО, мы с радостью берем дипломы, признаю, там, при приеме на работу учитываемых, не требуя нострификации. Но при этом для определенного вида работ, там, государственная служба, какие-то национальные компании, там, около государственной компании, там, возможно, могут потребовать нострификацию, подтверждение вашего диплома. Но говорить, что вот он никак не принимается, на самом деле есть просто специальная процедура. Что скажете про FLEX, программу обмена учениками? Ну, это вот школьники, годичная программа в Америке. Да, на самом деле у нас моя коллега Света, она проходила через программу FLEX, она была от нее в восторге. Я знаю, что в некоторых странах ее уже закрыли, то есть в России она раньше была, сейчас ее уже нет, но если она есть, я думаю, это очень классная программа. Для тех, кто не знакомы с программой, это программа, по которой школьники могут на год отправиться учиться в американскую школу, и потом возвращаются, и продолжают учебу уже у себя. Многие ребята, которые из России поступают в американские вузы, они как раз оба, ну, у них желание поступать в эти университеты как раз появилось во время программы FLEX. То есть, в принципе, могу сказать хорошую вещь про эту программу. Единственное, что все очень упирается в то, в какую школу вы пойдете, в какую семью вы попадете. То есть у некоторых людей был классный опыт, у некоторых людей был, ну, так себе опыт. То есть это достаточно индивидуально, но мне кажется, что если есть возможность, то стоит попробовать. Так, еще один вопрос по Crimson Global Academy. Full-time, half-time student. Существуют ли смены? Я вот вывел вопрос на экран в Crimson Global Academy. Да, то есть мы нанимаем учителей по всему миру, поэтому у нас нету как бы конкретных смен. И, наверное, здесь тоже стоит добавить про американскую и британскую систему образования, потому что там школьники выбирают себе предметы. То есть если у нас как бы нам школьникам дают расписание, говорят, вот ваши там 10 или 15 предметов, то в Великобритании школьник выбирает три предмета и, ну, ходит на эти предметы. То есть нету такого, что школьник с одним и тем же классом ходит на все предметы. Соответственно, у нас популярные предметы есть во многих таймзонах, непопулярные предметы есть там в двух-трех таймзонах. Но в целом у нас учителя по всему миру, поэтому мы можем в любом часовом поясе, будь то утром или вечером, подобрать большинство популярных предметов. Ну, а такие более редкие предметы, возможно, там нужно будет подстроиться. Но в целом, да, можно учиться и утром, и вечером по казахстанскому времени или по любому другому часовому поясу. То есть достаточно гибкий график, я так понял, обучения. И вдогонку же вопрос сразу, обучение каждый день будет. То есть имеется в виду, что формируется какой-то график постоянный и, видимо, какой-то... Знаете, у нас как это работает, это вы выбираете себе там три или четыре предмета, а мы выводим вам несколько вариантов того, как эти предметы можно брать одновременно. То есть у кого-то график, у них там понедельник, среда, пятница, у кого-то график каждый день. То есть, в принципе, это зависит больше от ваших нужд и требований, чем от чего-либо другого. То есть мы с нашей стороны достаточно гибкие, там уже вопрос того, что вам лучше подойдет. Так, ну здесь вопрос традиционный, можно ли получить полный грант на магистратуру в Штатах? Можно, но сложно. Я тоже потом прокомментирую. Очень редко кому удается, такие возможности есть. Есть стипендия Найт Хеннесси в Стэнфорде, которая полностью покрывает все расходы. Есть большая перечня стипендий, некоторые люди получают бесплатное MBA, бесплатную магистратуру. Но стоит иметь в виду то, что это исключительно. То есть это очень редко кому удается. И нужно действительно быть уникальным кандидатом, чтобы они выбрали там вас как, наверное, единственного или одного из двух-трех получателей такой стипендии на весь Казахстан. Так, еще идут вопросы по Crimson Global Academy. А в каком формате занятия? Запись, разница времени, 6 часов? Хотя с чем? С каким часовым поясом? Да, то есть у нас есть уроки во всех часовых поясах. То есть все в онлайне. Обычно сидят там от 6 до 8 школьников, учитель, и все очень задействованы. То есть все должны участвовать в уроке, всех спрашивают. Есть всегда процесс обсуждения. То есть есть очень живой формат обучения. И у нас есть пробные уроки, поэтому на самом деле, если вас заинтересовала школа, обязательно прийдите к нам в офис. Мы организуем участие в пробном уроке, и вы сможете это как бы прочувствовать, этот опыт. Но нет, у нас все онлайн, то есть мы работаем не по записи. Мы просто подбираем то время, когда вам удобно, и в это время занимайтесь. Мы можем заниматься в любом часовом поясе. И в принципе, если 6 часов, например, вперед, я буду отталкиваться от казахстанского времени. И, допустим, если вы на 6 часов впереди казахстанского времени, то ваш часовой пояс совпадет в Новой Зеландии, где у нас больше сотни учителей. Если вы на 6 часов позади Казахстана, то есть ваш часовой пояс совпадает с Лондоном, где у нас тоже много учителей. То есть в этом смысле мы в том и в другом часовом поясе сможем предложить много вариантов. То есть, насколько я правильно понял, Эндрю, будет достаточно гибкий график, и ребенок подстраивается под определенный пул занятий в соответствии с его, в той часовой зоне, в которой он находится, и удобством графика. Да, есть те, кто занимается по будням, есть те, кто занимается по выходным, есть те, кто вечером, кто утром. То есть это с нашей стороны очень гибко. Я потом в комментариях сохраню прямой эфир и у вас на страничке, и у себя, и оставлю, наверное, ссылки на сайт, где можно будет дополнительную информацию получить. Еще один вопрос. Есть ли дополнительные предметы в Crimson Global Academy, помимо общеобразовательных? Да, то есть A-Level предлагает, если не ошибаюсь, около 25 предметов. То есть там есть такие предметы, как Business Studies, то есть изучение бизнеса, есть экономика, есть психология. То есть есть такие интересные специализированные предметы. Если речь идет больше про внешкольную деятельность, сюда у нас есть кружок по дебатам, кружок по модели ООН, кружок по стартапам. То есть есть возможность развиваться всячески в школе и за ее пределами. Тоже у нас школа. Мы старались создать такой комьюнити. То есть каждый школьник имеет, может написать сообщение другому школьнику. У них там есть разные кружки, группы по интересам, форумы. То есть в этом плане мы старались создать максимально приближенную к такой атмосфере живой школы. Вот я ждал, что кто-то это спросит, но никто не спросил, я поэтому чуть добавлю здесь. Вот одно из больших проблем, одно из больших проблем, одно из больших опасений перехода полностью на дистанционное онлайн образование или онлайн образование, это то, что будет теряться социальные навыки, социальные навыки ребенка. Он останется такой достаточно изоляцией, нет общения, коммуникации. Как эта проблема решается в вашей школе? На самом деле двойственно. То есть с одной стороны, мы все в нашей школе структурируем так, чтобы у людей было много социального взаимодействия. То есть у нас на уроках сидят маленькое количество школьников, которые уже ко второму уроку будут все друг друга знать по именам, будут взаимодействовать, задать друг другу вопросы. То есть мы стараемся строить такую атмосферу общения. Тоже они участвуют в кружках, переписываются. То есть мы создаем много возможностей для социализирования в пределах онлайн-школы. Но помимо этого, тоже школьники, которые учатся в CJ, из-за того, что у них на школу уходит намного меньше времени, более гибкий график, у них, как правило, есть больше возможности участвовать в спортивных кружках или в кружках по интересам. То есть поэтому то, что мы видим на самом деле среди школьников CJ, то, что у них и хорошие связи, взаимодействие со школьниками онлайн, и такая более богатая, насыщенная внешкольная жизнь, чем у школьника типичной школы. Ну, они не сидят весь день дома, другими словами. Да, тут вопрос про мою дочь, старшую Лейлу. Ваша дочь обучается, CJ? Сейчас нет, но мы берем другой пакет услуг компании Crimson, называется она Crimson Rice. Мы обо нее, кстати, не поговорили, Эндрю. Можно вот коротко, наверное, прокомментировать, что такое Crimson Rice. Она уж жутко нравится, и мы вот сейчас готовим Лейлу в старших классах, наверное, на CJ как раз выступление. Круто, будем рады. Так, Crimson Rice, наверное, я могу начать, а СССР может добавить по вашему опыту. Но концепция с Crimson Rice, то мы понимали то, что многие школьники, они хотят, чтобы к началу подготовки у них уже были сильные навыки, чтобы они умели себя преподносить в обществе, чтобы они умели там публично выступать, чтобы они могли строить, структировать свой проект. И, соответственно, тоже мы хотели погружать их в среду выпускников топовых университетов еще в более раннем возрасте. Поэтому придумали Crimson Rice. И Crimson Rice состоит из работы со стратегом, то есть с кем-то, кто помогает школьнику находить свои личные интересы, думать о том, как строить свой личный бренд, какие занятия пробовать, чем заниматься внешкольной деятельности. И тоже модули. То есть у нас есть модуль по, снова же таки, модели ООН, по дебатам, по предпринимательству, по социальному предпринимательству. Есть даже модуль по программированию по китайскому языку. То есть мы стараемся помочь школьникам еще в более молодом возрасте развивать лидерские навыки, навыки коммуникации, уверенность в английском языке, чтобы на момент начала подготовки они уже были далеко впереди и могли очень успешно и эффективно готовиться к поступлению в самый ведущий университет. То есть Crimson Rice для тех, кто там приходит пораньше, я это очень рекомендую. Я думаю, что это один из лучших способов окружить более молодого школьника, правильной атмосферой, правильным кругом общения и дать им ресурсы для того, чтобы они эффективно развивались. Но здесь тоже передам слово Сависата, наверное, может рассказать. Я, да, тебя прокомментирую, как родитель, который... Мы очень рано отдали Леву, ей еще было там около 10 лет, только-только 11 здесь там исполнялось. То есть фактически полтора, почти два года сейчас занимаемся по этой программе и вот на лицо результаты, просто поразительно. Во-первых, появилось очень четкое такое целеполагание, очень четкий фокус у Левой. Она сама планирует свое время, у нее появились среднесрочные, долгосрочные, краткосрочные цели, у нее прям стена вся испечатлена своими goals там. Она начала очень четко капитализировать свои сильные стороны. Она потребовала теперь, чтобы мы подбирали репетиторов ей индивидуально под ее, например, рисование. Она занималась у нас профессиональным художником Шоупан. Теперь она говорит, слушайте, вот графический дизайн это как бы следующий этап моего развития. Мне пришлось там раскошелиться, купить iPad Pro, вот этот Apple Pen, нанять одного из ведущих графических иллюстраторов Эльнар Беймиш, его зовут в Казахстане. Он индивидуально сейчас с ней занимается раз в неделю. Она сейчас уже начала разбираться вот как работает этот весь бизнес графический. Беханс есть такая платформа, куда все регистрируются, как большой такой marketplace. То есть прогресс пошел настолько быстро, что я уже его не контролирую, не нужно уже ничего контролировать. Появилась дисциплина, которой раньше у нас немножко не было. Знаете, вот такое очень четкое, осознанное понимание того, что необходимо капитализировать, себя развивать. Появилась ответственность, причем ответственность такая осознанная, не из-под палки. И мы сейчас просто с супругой сидим, не нарадуемся. Появилось очень четкое понимание того, что карате, вот у нас был такой момент, что карате будешь продолжать, не будешь. Она все-таки там с трех-четырех лет занималась. Она говорит, нет-нет, почему? У меня есть четкий план, мне нужно довести до черного пояса, и у меня уже появится возможность там в 14-15 лет зарабатывать себе на деньги, быть инструктором карате, и уже от вас не зависеть. Уровень сейчас, скажем так, осмысленности, осознанности общения, в 12 лет у ребенка вышел вот такой уровень. Я невольно сравниваю себя в 12 лет, там у каких-то goal setting, каких-то agenda, там, боже ты мой, дети детьми были, мы вообще там в игрушки играли, друг с другом там бегали, дрались, там ничего не понимали, что вокруг происходит. Поэтому очень сильно довольны мы результатами, и нам очень сильно также помогает наш стратег, наш стратег Кэссиди, да, вот еще так классно нам стратегу подобрали, она тоже такой очень творческий, очень артистичный человек, очень такой тонкий, утонченный, и вот с Лелой у них там любовь, она действительно очень хороший role model для нашей дочки, и вот какое-то время у нее даже было там вот Кэссиди сказала, а вот Кэссиди считает, я говорю, слушай, достала ты своей Кэссиди, вот. Можно ли контакты представить в Астане, я обязательно в комментариях все оставлю, давайте потратим на оставшееся время вопросы, а можно быть вашим представителем в городе Астане? Ну, вопрос не ко мне, наверное, давайте я познакомлюсь с такую. Да, напишите нам в директ, я обязательно вас свяжу с нашим директом Светлана Пастушенко. И можете об этом пообщаться. Так, простите, если вы про это говорили, но это проходит онлайн или оффлайн в ваших школах? Онлайн, да. На все онлайн, мы про это уже говорили. Да, но вы потом посмотрите запись прямого эфира, и там очень детально все расписано. Насколько развиты факультеты международных отношений в США? Ну, такой вопрос. Ну, очень развиты, то есть, в принципе, в США находится одна из штаб-квартиров, он, ну, и тоже там, как бы, Пентагон, ЦРУ, то есть, в целом, очень много спроса есть в Америке на специалистов международных отношений, но, да, то есть, есть у Принцена школа, Вудро Вилсон, школа международных отношений очень знаменитая, в Гарриде есть тоже школа международных отношений, то есть, есть очень много сильных программ, которые очень котируются, очень много дипломатов со всего мира учатся в США, а потом возвращаются и работают дипломатами, поэтому факультеты там очень сильные, если верить в общем. Ну, мощнейшие, колумбийская СИПА школа, там, Джордж Вашингтон, GW, ну, целый анроссель просто топовых университетов, которые готовят кадры для госдепартамента, для международных организаций, так что международные отношения и США, это, конечно, очень сильный выбор. Вот у Нурбола очень хороший вопрос, перекискните, пожалуйста, основные предметы на A-левел, какие из них более предпочтительные? Я вот буду комментарии время от тебя не убирать, чтобы вот экран не забивался. Ну, практически все берут какой-то вид математики, то есть это или maths, или further maths, это две разновидности математики под системой A-levels, и чаще всего там студенты выбирают одну науку и там один гуманитарный предмет, то есть в целом в системе A-levels направлены на британские университеты, а в британских университетах очень конкретные требования на каждую специальность. Если вы хотите учиться на инженера, у вас должна быть математика и две науки это должно быть ваше три предмета. Если вы идите учиться на экономисты, то вам нужна математика и два любых других предмета. То есть в целом в Великобритании подбирают предметы под факультет университета, и поэтому нету как бы общепринятых обязательных предметов. Но если обобщать, то почти все проходят хотя бы одну математику. Но предметов A-levels достаточно большой список, поэтому, в принципе, можете даже загуглить, посмотреть список. Но, как я говорил раньше, там есть и психология, экономика, и математика, дальнейшая математика, физика, химия, биология и куча других предметов, там, business stories. То есть какие бы ни были интересы, есть русский язык даже A-level. То есть в этом смысле достаточно большой перечень выбора предметов. Хорошо, друзья, Эндрю, наш эфир подошел к концу, к сожалению, целый час мы выбрали, осталось очень много неотвеченных вопросов, поэтому я сейчас буду накапливать вопросы и резюмируя запись, сохранимый на обеих страничках, и на моей, и на страничке crimson.kiz, пожалуйста, еще раз посмотрите внимательно, возможно, вы найдете ответы, если нет, мы это прокомментируем. И вот этот вопрос все-таки хороший остался, давайте возьмем выпускника CGA и с ним сделаем прямой эфир, чтобы он рассказал о своем личном опыте, как эта школа устроена, что она ему дает, дала, и какие-то, может быть, интересные, из первоисточника будет интересно послушать, потому что, если вот Эндрю заметил, ты процентов 60-70 вопросов вокруг CGA крутилось. Хорошо, большое спасибо, большое спасибо за эфир, за хорошие, развернутые ответы, надеюсь, было интересно, мы будем продолжать серию наших познавательных таких эфиров о международном образовании, о дистанционном образовании, о новых возможностях, которые открываются в удивительно изменившемся сейчас в мире образовании, и к чему это может привести, и какие дополнительные возможности дать семьям, простым людям и талантливым, конечно, детям, для того, чтобы добиться максимальной реализации своих талантов, своих способностей. Эндрю, большое спасибо, на этом мы наш эфир завершаем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова